Поверить можно во все что угодно, особенно после раскрытия дела Скрипалей. Потому что после того, как вся история со Скрипалями раскрылась перед нами и после того, как мы оценили профессиональный уровень господ Петрова и Баширова, они же Мишкина Чипига, мы ничему удивляться уже не должны. Кроме того, на всем протяжении истории спецслужб, которые насчитывают тысячи лет, известно, что они часто придумывают проблемы, чтобы выбивать себе финансирование, повышать свой статус в обществе, зависимость в том числе психологической власти от себя. Поэтому вовсе не факт, что склады взрывают только тогда, когда это действительно нужно для государства. Их взрывают тогда, когда спецслужбы могут объяснить необходимость такого шага важнейшими потребностями государства. Можно ведь доложить политическому руководству, что на этих складах лежит ядерное оружие для поставки на Украину? Можно. Тогда почему не получить задание ликвидировать эти склады, а также соответствующее финансирование и прочие прикрытия. Поэтому все сказанное мной, естественно, не означает, что я считаю какую-либо из этих версий достоверной. Сама Чехия устами министра юстиции только что заявила, что версий как минимум три, и они еще будут обсуждаться. Поэтому во всей этой истории есть несколько дополнительных пластов. Я думаю, что если бы сейчас мы подключили третьим к нашей беседе Владимира Владимировича Путина, он в два счета объяснил бы нам, что речь на самом деле идет о борьбе с Росатомом, который контролируется весьма близкими к нему братьями Ковальчуками, кланом Ковальчуков, и к делу об атомной энергетике и необходимости вытеснения Росатома из Чехии и замены его при строительстве, при модернизации атомной энергетики Чехии на американскую компанию Вестингхаус. Что и происходит. Как только этот скандал грянул, в Чехии немедленно отказалась от услуг Росатома и объявила тендер, в котором наиболее вероятный победитель именно Вестингхаус. Это тоже такой пласт тоже имеет место, и в Москве это неофициально так и думают, что все это, собственно, из-за этого все и случилось, и за всем этим, конечно, стоят американцы. Пласт номер два. В Чехии, как, кстати, и во многих других странах, есть значительные слои элит, которые экономически, то есть по бизнесу, и психологически весьма зависимы от России и Кремля. При этом они могут вырывать на груди рубашку, кричать, что Россия страна-агрессор, что она олицетворение сил темного прошлого. И в новорешающие моменты они действуют сообразно российским интересам, потому что у них бизнес. Вот возьмем, например, сейчас отвлечемся на секунду от Чехии, и возьмем в качестве красноречивого примера президента Украины Владимира Александровича Зеленского, который невероятный патриот и устраивает гонения на пророссийских политиков и на лучшего друга Владимира Владимировича Путина, Виктора Медведчука. Но что мы выяснили совсем недавно, что Владимир Александрович Зеленского в кредскую фирму, которая называется Echo Rights, продал права на производимый его компанией «Квартал 95» сериал «Папик» и не кому-нибудь, а каналу СТС и онлайн-платформе «Море ТВ», который подконтролен все тем же Ковальчукам. То есть и он, значит, взаимодействует с Ковальчуками как миленький, несмотря на весь свой патриотизм и несоответствующий угар. Так вот и в Чехии таких политиков много. Это и явно пророссийский президент Милуш Зелен, который свои позиции не скрывает. Это, как ни странно, связан с Россией в определенной степени экономическим интересом премьер-министра Андрей Бабиш, хотя он всячески пытается уклониться от подобных подозрений. И в этой ситуации заявляют, что нет, нет версии только одна, что взрывали российские спецслужбы. Хотя его же министр юстиции, правда, из другой партии заявляет обратное. Наконец, 27 марта скандал обострился. Не все обратили на это внимание. Вернее, не обострился, а грянул. Разразился скандал. Сразу после, вскоре после 27 марта 2021 года. Это был переломный день в истории российско-чешских отношений, потому что в этот день погиб известный бизнесмен, самый богатый человек Чехии, Петер Келнер, основатель инвестиционного фонда ППФ. И вот это и был крупнейший проводник российских интересов в Чехии. Друг и партнер Романа Абрамовича, которому Роман Абрамович даже собирался в 2018 году в запальчивости и раздражении передавать футбольный клуб Челси на фоне своего собственного конфликта с британскими властями. И так далее, и так далее. Вот сразу после гибели Келнера как-то все начало ползти и расползаться. Они, ну, конечно, американский след, ведь он погиб на Аляске, нигде-нибудь, прямо на Аляске, в авиакатастрофе. Разбился его вертолет. Как здесь обойтись без рассуждения об американском следе? Хотя я, конечно, внутренне, у меня нет никаких доказательств, но внутренне, интуитивно я уверен, что это был несчастный случай. А никакое не убийство. Но легче же поверить в убийство в наших воспаленных конспирологических мозгах. Именно такие версии должны быть самыми популярны. Да, речь идет о том, что... В общем, вот гибнет Келнера, сразу начинается жуткая разборка с Чехией в интересах американцев, и Чехия выпирает наш Росатом сразу же. Еще никакое расследование не доведено даже до середины, а Росатом уже выгнали. И придет ему на смену американский Вестингхаус. Значит, несмотря на то, что, естественно, атомная энергетика Чехии создана в советское время нашими людьми. И с нашими реакторами там все работает. В ряде стран мира сейчас стоит вопрос. Надо ли потеснить каким-то образом пророссийские группы в элитах, которые гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что все, конечно, следуют дисциплине Евросоюза, все смотрят в Рос Вашингтону. Но вместе с тем как-то все сидят на подсосе у Кремля. Неожиданно не все, но многие. И поэтому в решающий момент европейская солидарность начинает давать сбори. В том числе происходит это и в странах Восточной Европы, которые как бы по долгу службы исторической памяти, которая не дает им забыть эпоху Восточного Блока и жизнь под советской пятой, что делает любая зависимость от нашей страны для них вдвойне болезненной. Нет, тем не менее, часто подыгрывают Кремлю, делая вид, что это не так. И вот эти все скандалы тоже укладываются в эту логику. Потому что и как Кремль в лице Владимира Путина, так и Запад в лице США как глобальной силы, и Германии как континентальной силы встает вопрос, с кем вы, мастера культуры? Так вы любите зарабатывать деньги в России, потому будете втайне принимать пророссийские решения? Или все-таки вы движимы европейской, евроатлантической солидарностью? Все это является тоже топливом для конфликтов. То есть, прежде чем объединиться, надо размежеваться, как говорил Владимир Ильич Ленин. И сейчас мы подходим, пожалуй, к высшей точке размежевания, которая должна предшествовать историческому свиданию президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Было долгие годы очень комфортно сидеть на двух стульях, работать и нашим, и вашим, и нашим. Да, конечно. Итальянцы вообще были почти официально пророссийскими в последние годы. И, так сказать, многие высокие чины, включая вице-премьера Маттео, имени бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини, требовали отмены санкций. Многие на словах требовали отмены санкций, прилагали даже лоббистские усилия к этому. То есть, что уж говорить о таких странах, как Латвия, чья финансовая система во многом держалась на отмывании российских денег, да? И все это страна член Евросоюза и надо. Поэтому, подобно тому, как Владимир Путин требует от нас, дорогих россиян, определиться, с кем мы мастера культуры, и собираемся ли мы получать иностранное финансирование, и тогда быть иностранными агентами, отлученными всячески от российской политики, общественной и даже просветительской деятельности, так та страна говорит, ну хорошо, да, если вы хотите зарабатывать деньги с Россией, вы не должны быть у власти в странах Евросоюза и вообще евроатлантического мира, так сказать, американоцентричной цивилизации. Вот эти процессы сейчас приближаются к точке кипения. Но при этом это не финал драмы. Это действие по ленинскому принципу, прежде чем объединиться, надо размежеваться. То есть скоро снова начнутся переговоры о воссоединении, братской любви. Но вот этот момент между приближением к пику размежевания, который уже близок, но еще не настал, надо, конечно, пережить. И здесь нам нужно собрать волю в кулак и понять, что в ближайшие годы жизнь не будет прежней. Это связано с эпидемией ковида, которая неожиданно показала всю относительность гражданских и политических свобод в современном мире. Это и связано с тем внешнеполитическим обострением, которое идет в ослед ковиду. В посольстве Чехии осталось 5 человек из 25, которые были. А в российском посольстве в Праге было 80 сотрудников, не 20 как бы. И поэтому считалось, и руководителем всей компании против России в Чехии сейчас выступает шеф чешской контрразведки. Она называется БИС, сокращенно зовут с шефа Михаил Куделк, который считается таким агентом влияния Соединенных Штатов и Великобритании. И он лидер движения за очищением чешской элиты от прямых или косвенных агентов влияния России. И вот, собственно, его теория сводится к тому, что, ну, почему у Чехии в Москве 20 сотрудников посольства, а у России в Чехии 80? Потому что большая часть этих сотрудников это агенты спецслужб. И вообще российское посольство в Праге это гнездо советских разведок и диверсионных служб в Восточной Европе. Поэтому собираются тоже сократить до пяти персоналов, но это ведет к высылке почти 60 еще сотрудников из Праги. То есть огромного количества. Конечно, это гигантское обострение и конфронтация. А что же касается США, то это уже мы сталкиваемся с тяжелым ударом по нашим частным интересам. То есть это бомбардировка Воронежа, спровоцированная нашими властями, потому что США, как мы знаем, на днях заявили о прекращении выдачи виз. С нам, недорогим россиянам, выдавать его теперь только дипломатам, больше никто в Америку из нас не поедет. И это довольно печально. С шенгенскими визами начнутся проблемы и с сокращением персонала ряда посольств. В общем, все это для простых людей не здорово. Потому что свобода перемещения все-таки считалась нами значительной ценностью. И по ней был нанесен большой удар в прошлом году с ковидным карантином, в котором евроатлантический мир бежал гораздо быстрее нас, к сожалению, к отмику празднения и свободе перемещения. А сейчас оно вообще исчезает. И, конечно, идеологи и философы внутреннего туризма, вице-премьер Мишустинского кабинета Дмитрий Чернышенко, который создает крупнейшую корпорацию по внутреннему туризму на базе компании Курорта Северного Кавказа, уже попавшие под западные санкции братья Ротенберги, которые де-факто контролируют Ростуризм, если кто не знает, они все довольно, наверное, и счастливы. А вот простые люди, у которых одна радость была сходить в Лувр или в мой любимый Нью-Йоркский музей Мома, они не так счастливы, потому что и теперь визу никуда не получишь, а цены на авиабилеты в новейших условиях взлетели до такого уровня, что лишний раз точно никуда не двинешься. Недовольство людей, разумеется, но, опять же, если мы снова подключим Владимира Владимировича Путина второй раз сегодня к нашей беседе, давайте вспомним, что у нас две трети недорогих россиян даже не имеют загранпаспортов. И 75% людей, которые голосуют за меня, Путина, и за Единую Россию, никогда не бывали за пределами бывшего Советского Союза. Поэтому это вы переживаете, что вы не попадете в Нью-Йоркский музей современного искусства. А мой избиратель нифига за это не переживает. И мы с ним вместе будем радоваться тому, как замечательно отдохнуть в Адыгее, в Кемеровской области или в Калининграде, которую мы, конечно, немцам не отдадим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok